Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в студии Михаил Стальнюхин, здравствуйте. Доброе утро, я бы сказал. Да, доброе утро. За окном лета, середина лета практически, большинство людей в отпусках. А вы, Михаил, как провели последнее время? Побывал в стране, в которую очень давно хотел попасть, меня всегда интересовала ее история и язык, очень интересный язык. Вот, это Португалия. Ну вот, вернулся, очень понравилось. Где вы были? В Лиссабоне, под Лиссабоном и городе Порту, который вот из всех населенных пунктов, которые мы объездили, произвел наибольшее впечатление. Может быть, из-за того, что в первый же день, в первый день приезда нам повезло попасть в хорошее место, где состоялся такой камерный концерт в стиле фаду португальский. И, скажем, в интернете слышишь немножко другое, а когда вот это вот, ну это же цыганская песня и городской романс. В общем, так приятно было, там некоторые мелодии прицепились, на обратной дороге я записал, слушали. Ну вы хорошо провели время, да? Да, нормально. Но при этом, не знаю, была ли у вас возможность думать о родине? Вообще, ностальгии как вы? Отрадаете? Ну, давайте поговорим о том, как избавляться от ностальгии, да? То есть, когда скучаешь по родине, открываешь интернет, начинаешь читать новости. В связи с этим у меня есть кое-что, что, возможно, мы обсудим, а может быть и не стоит это обсуждать. Потому что вот три первые попавшиеся новости, которые вызвали у меня интерес, и вот я их читаю. Дальше слушайте, потому что это будет цитата. Это прямая цитата. Пока вы отдыхали, да, тут новостей в Эстонии было немало. Читаю. В сотрудничестве с Министерством образования и науки университет открыл 300 дополнительных учебных мест вместо обычных 500 учебных мест, чтобы принять больше желающих. Еще раз, простите, я что-то не уловил мысль. Я уж прошу прощения, что я прошу это. Ничего страшного, я тоже не сразу понял, в чем тут дело. В сотрудничестве с Министерством образования и науки университет открыл 300 дополнительных учебных мест вместо обычных 500 учебных мест, чтобы принять больше желающих. Эта новость, она до сих пор, я проверил вчера, она до сих пор на сайте этого постеме. Может быть, они имели в виду, что у них текущих 500 мест, а не дополнительно 300, и теперь будет 800 мест. Я понимаю, что логика именно в этом, но я вам читаю так, как эта новость опубликована. Какой бы вы сделали из этого вывод? Ладно, я еще одну прочитаю. Да, да, да. Я буду над этим думать. Так, это, по-моему, я взял из ЕРР. Сравнение стран ЕС показывает, что с 2010 года в Эстонии наблюдается почти двукратный рост арендной платы и цен на недвижимость, что является самым высоким показателем в ЕС. Запомнили, да? Почти двукратный. Двукратный, да. По данным Евростата, цены на аренду жилья в Эстонии выросли на 212% в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2010-го. Итак, цены, по данным Евростата, выросли на 212%. А в абзаце, который перед этим говорится, почти двукратный рост. Двукратный рост – это 100% плюс, если я правильно понимаю математику. У вас старорежимное образование, вы понимаете в процентах, вы мудрый человек. В отличие от тех, кто вот это вот пишет и спокойно, пуля. Мне единственное интересно, на эстонском у них то же самое. Мне лень было проверять, но вот это вот так. Еще одна новость. Давайте, да, Любовь, на хорошее начало. Департамент полиции и погранохраны выявил в ходе недавней проверки, проведенной в Вирума, не Вирума, в Вирума, 5, теперь слушайте внимательно, 5 сельскохозяйственных предприятий, где 34 человека из 8 проверенных работали без соответствующей регистрации. Значит, называется новость так, что 30% работающих работают без регистрации. Повторить? Да, я уловил, чтобы сначала 5, а потом 8. Нет, тут в другом соль. Да еще, что нужно, Любовь. В выигрышной ситуации находятся те, кто могут перемотать и послушать еще раз. Значит, выявил в Вирума 5 предприятий, где 34 человека из 8 проверенных работали без соответствующей регистрации. 34 человека из 8 проверенных. Вот это из 8 проверенных в скобках. И я понимаю, что тот, кто вот это вот переводил и ставил, он должен был это поставить четырьмя словами ранее. То есть 5 сельскохозяйственных предприятий, в скобках, из 8 проверенных. А дальше уже про 34. Но ему абсолютно пофиг, куда это ставить. Он это ставит сюда, и получается полный абсурд. Какой сделаем из этого вывод? Да, я вот как раз вот... Михаил, ну, с одной стороны, конечно, хочется сказать, что человек, который выдает информацию, абсолютно игнорирует, ну, здравым смыслом, что там напечатано, как там напечатано, или еще что-то такое. Он может это делать, он в своем праве. Люди ленивы. Я сам ленивый очень человек. Если я знаю, что не будет контроля, то я могу и... Это самое, как у нас мужиков принято. Делаешь уборку, вытираешь пыль. Значит, обтер вокруг вазы. Потом жена приходит, поднимает, а здесь что? Вот. Значит, вот по такому принципу в основном происходит работа. Фишка в том, что нет никакого контроля. Это ведь из трех разных мест взятые новости. Это значит, что редакторам абсолютно наплевать, какого качества товар они готовят и вам представляют. А знаете почему? Они знают, что уже можно скормить все, что угодно. То есть, любой бред, любой абсурд можно человеку подсунуть, и человек это схабает. И я извиняюсь, но это так. Вот. Так что, эту часть нашей беседы, или этот блог, можно назвать «Лучшее лекарство от ностальгии», открыл, почитал новости, убедился, что все на месте, вся тупость, вся необразованность, все на месте, все как было, так и осталось. Только при этом условии можно было готовить реформу образования и ошибиться на 60% в ее стоимости. Это ведь тоже новость последних двух недель, насколько я понимаю. Да, нехватка 27 миллионов. Вот. Так что, когда вам что-то не нравится, где-то там наверху, или вот такие вещи встречаются, вы должны давать себе отчет. Это результат того, как изменилось образование в последние годы. Люди не понимают в процентах, люди не понимают логики того, что излагают, то есть с формальной логикой вообще никак не знакомы, и они не способны проверить сами себя. И довольно сложно делать какие-то выводы, исходя из той информации, которую мы получаем. Как правило, эти выводы ошибочны. Становятся. Разве нет? Тут я умолкаю, потому что полностью с вами согласен. Да. Ну что ж, большое спасибо, Михаил, с тем, что вы приехали. Да. Ну, за такое спасибо как бы и не хочется получать, но вот так. Лечись от ностальгии, читай, что там пишут. Но, к счастью, у вас всегда есть свое мнение, и вы можете сказать, исходя из своего жизненного опыта, по тем или иным вопросам, что мы дальше и продолжим. Да. Ну, спасибо за внимание. Желаю удачи. Продолжение следует...